Сегодня у нас будет практика для наполнения энергии, для возврата ресурсного состояния. Для чего это нужно? Ну, это база на самом деле, да? Ваше состояние – это то, без чего невозможно развитие, без чего невозможно трансформация. И вам необходим инструмент, который будет вам позволять переходить из состояния, допустим, апатии, уныния, лени, в состоянии бодрости, на полности желания действовать. И этот инструмент – это практики. Практики могут быть физические практики, дыхательные практики, могут быть медитации. Набор может быть огромный. Но сегодня я вам дам самую главную, основную практику, которая помогает включать в вас, включать ваше тело, включать жизненную энергию, которая течет через ваше тело. И если вы готовы, то мы будем начинать. Что нужно для выполнения практики? Основные моменты. Удобная одежда. Место 2 на 2 метра, да, чтобы, соответственно, вы могли там ручками помахать, ножки потянуть и так далее. Не будет никаких интенсивных тренировок. Это спокойная растяжка, да. Наша задача – потянуть все мышцы в нашем теле, все скелетные мышцы. Что это даст? У взрослого человека, по мере взросления, да, после 30 лет, после 35 лет, после 40 лет, часть мышц нормально не работает. Почему? Зачастую это сидячий образ жизни, недостаточность движения, да. И некоторые мышцы перестают нормально работать. Нагрузку берут на себя другие мышцы, компенсаторы. В итоге одни мышцы перенапряжены, другие мышцы не включены в работу. Перекосы в теле, зажимы, блоки. На энергетическом уровне это застой энергии. Соответственно, если есть какой-то зажим в вашем теле, как эта мышца спазмирована, то на энергетическом уровне это зажим. Это вот как будто камень какой-то у вас там, сгусток энергии образовался. Чтобы это все устранить, нужна практика, которую мы сейчас с вами сделаем. Задача потянуться, хорошенько потянуться от макушки до кончиков пальцев на ногах, растянуть все свое тело. И для этого подойдет комплекс растяжки. Его можно сделать с утра до завтрака, соответственно, проснулись, попили водички, контрастный душ и выполняете этот комплекс. Либо в любое удобное для вас время. Нет ограничений абсолютно. Если вы чувствуете, что есть нехватка энергии, что нужна какая-то подзарядка, нашли время, нашли место, потянулись, вернулись в себя ресурсное состояние. Хорошо. Основные моменты, на что стоит обратить внимание. Все упражнения, все практики делаем в удовольствие, в радость, в наслаждение. Если вы почувствовали какую-то боль, что-то, какие-то неприятные ощущения, значит, делаете меньше нагрузку на тело даете, да? То есть делаете свое удовольствие, в радость по мере своих физических возможностей. Не нужно по максимуму там тянуться, рвать связки и так далее. Все делайте плавно, аккуратно, в удовольствие, в радость. Второй важный момент. Дыхание. Обратите внимание на дыхание. Дыхание желательно, чтобы было через нос, соответственно, дышим носом. При этом дыхание плавное, спокойное. Можно дышать примерно на 30-40% от объема своих легких, да, поверхностного дыхания. Соответственно, если дыхание сбивается, делаете паузу, нажимаете на паузу видео и восстанавливаете дыхание, плавный вдох, плавный выдох. Сделали несколько неглубоких вдохов, выдохов, не глубоких, но плавных вдохов, выдохов, восстановили дыхание и продолжаете практику. Но, опять же, повторюсь, сегодня у нас не будет никакой интенсива. Это легкая растяжка всех скелетных мышц. И начнем мы, соответственно, сверху, с головы. Встали, поудобнее. Задача – растянуть, размять все мышцы лица, запустить движение. И для этого, что мы делаем? Начинаем кривляться. Корчим рожи. Не стесняемся. Постараемся напугать себя, сделать и настолько страшную физиономию, чтобы самому страшно было. Кривляемся. Можно сделать звуки страшные. Пофигнуть мышцы лица. Пошевелить ушами, если получается. Там бровями, макушкой, волосами пошевелить. Растягиваем все. Запускаем движение. Когда у нас есть напряжение химических мышц, это превращается в морщины. И вот этим движением, кривлянием, мы можем снять эти лишние напряжения, убрать, разгладить. Плюс. После этого трем кожу. Лица. Взяли себя за волосы. По центральной линии прошли. Вот так двигаем, как будто кожу, да. Не нужно отрывать волосы. Все движения легкие. Здесь могут быть даже какие-то болевые ощущения, да. Поаккуратнее. Размяли. Кожу головы. Щечки тоже можно потянуть себе за щечки. У кого есть борода, за бороду. У кого нет бороды, просто за кожу. Соответственно. Все. Хорошо. Дальше двигаемся. Шея. Разминаем. Мышцы шеи. Для того, чтобы мышцы запустить в работу, нам нужно сначала сделать движение. Несколько сокращений и растяжений мышц. После этого растяжка, возможно, да. Соответственно, запускаем движение. Наклоны головы. Вперед. Назад. Так, что-то у меня с освещением. Сейчас поставлю камеру чуть-чуть так. Влево, вправо. Достаточно трех-четырех поворотов головы и делаем следующее упражнение. Соответственно, ухо к плечу наклоняем. К другому плечу наклоняем. Ухо к плечу. Отлично. Теперь тянемся носом к груди. Растягиваем заднюю поверхность шеи. Мышцы шеи. Тянемся вперед. Еще раз. Теперь назад. Затылка тянется к спине. Отлично. Теперь представляем, что у нас стена впереди, и мы лбом пытаемся дотянуться до стены. Шея вперед. И потом вниз. Такое движение. Руку можно опустить. Тянемся вперед, как к стене. И вниз. И еще раз. Хорошо. Теперь то же самое, только затылком тянемся назад, как будто у нас сзади стена. И назад. Еще раз. Еще раз. Отлично. Теперь тянемся ухо к плечу. Прям пытаемся плечом, то есть ухом дотянуться до плеча. Можно сделать такое движение. Тракообразное, плавненько, мягкое. И то же самое в обратную сторону. При этом плечо не поднимаем. Плечи на месте. Тянемся ухом к плечу. И еще раз. Хорошо. Потянем теперь мышцы ключицы. И шею тоже. Так же, да? Для этого что делаем? Рука идет от себя. А макушкой тянемся вверх по диагонали. То есть здесь прямая линия. Тянемся. При этом ключица тянется. Мышцы шеи. И в другую сторону то же самое. Голова вверх в сторону. Рука вниз от себя. Тянемся. Тянемся. Теперь руку мы тянули в сторону, получается, чуть вперед. Да? А голова так же тянется. В одну сторону. Потом рука идет вбок. И назад. И тянем. Получаются разные пучки мышц шеи включаются в работу. От себя, чуть вперед. И то же самое в другую сторону. Соответственно, другая рука. От себя тянемся. Чуть вперед руку тянем. Чуть назад. Растягиваемся. При этом голова всегда, соответственно, тянется. По диагонали вверх. Хорошо. Получается, лицо размяли, да? Шею подтянули. Включиться. Теперь ручки. Пальчики разжимаем, сжимаем. По максимуму. Прям тянемся от себя пальцами. Разжимаем, сжимаем. Разжимаем, сжимаем. Разжимаем, сжимаем. Сгибаем, разгибаем. Кулачки в разных направлениях. От себя к себе. Повращали. Отлично. Теперь ручки. От себя к себе. Включаем в работу мышцы рук, сгибатели, разгибатели. Получается, бицепс, тридцепс от себя к себе. Сделали несколько движений. И после этого можно потянуть их. Для этого сейчас покажу. Становимся. Ручки начинаем. Забрасывает назад такие. Махообразные движения. Как на лыжах, да? Сейчас тянется бицепс. Понаблюдайте за ощущениями в теле. Во время практики наблюдайте за ощущениями в теле, да? Где внимание, там и сила. Соответственно, если внимание направляете на тело, да? Поток жизненной энергии наполняет ваше тело. Теперь наклоняемся немножко вперед и то же самое. Ручки назад. Следующий момент. Теперь рука не просто назад идет, а еще и ладошка поворачивается вверх и в сторону. Начинаем. Делаем. И можно одной рукой, другой рукой, поочередно. Одной рукой, другой рукой, двумя руками. Отлично. Это мы потянули мышцы. Теперь потянем трицепс, соответственно. Разгибатель руки. Для этого берем руки в замочек. На затылок. И локти сводим между собой. Тянемся вверх. Голова вверх. Нос получается к небу. Локти вверх. И локти между собой сводим. Вот так. Растягиваем тридцать. Потянулись. Отпустили. Хорошо. И еще один подход. Потянулись. Отпустили. Отлично. Замечательно. Продолжаем. Ручки потянули. Теперь плечи. Включаем плечи. Вращение. Назад. Руки вдоль тела. Вперед. Попеременно. Руки в сторону. Попеременно. Хорошо. Руки вперед. Руки вверх. Соответственно. Сначала движения запускаем. Да. В мышцы. Потом после этого тянуть их можно. Теперь ручки в стороны разводим. Локти вверх. Поднимаем локти вверх. Ручки в стороны. Включаем мышцы лопатки. В работу. Сначала стоим ровно. Локти вверх. После этого делаем с наклоном. Чуть наклонились вперед. Под 45 градусов. И то же самое. Локти вверх. Выполняем. Запустили движение. Отлично. Теперь сделаем следующее упражнение. Мы вниз. Нагибаемся. И сводим ручки. Вверх поднимаемся. Разводим ручки. Раскрываем грудную клетку. Несколько раз сделаем. Раз. Два. Раз. Два. И можно сначала неглубоко опускаться вниз. Потом ниже опускаться. Хорошо. Мышцы спины разгибатели как раз таки активизировали. Плюс еще широчайшие мышцы спины. И теперь потянем плечи. Для этого берем себя за локоть. И заводим локоть. Получается по диагонали вниз. И тянем. Берем себя за локоть. Тянем. Чтобы плечо потянулось. Потянулось мышцы плеча. Растягиваем. Врывкообразное движение. В одну сторону подтянули. В другую сторону потянули. Движение это жизнь. Запускаем движение в тело. Активизирует все свои скелетные мышцы. Хорошо. Теперь. Берем. Делаем как будто удушающий захват. И ручку. Заводим туда. На локоть даем. И тянем. Тянем хорошенечко. Теперь чуть назад. Рука на плече. Берем себя за локоток. И тянем так же вниз. По диагонали. Вот туда. Вниз по диагонали. Следующая рука. Так же. Заводим. Тянем. Плечико. По диагонали вниз. Отлично. Теперь берем себя за ручку. Заводим руки назад. И тянем рукой вдоль позвоночника вниз. Тянем мышцы лопаток вниз. Потянулись хорошенечко. Теперь руку поменяли. Другая рука вниз тянется. Вторая помогает. Тянем. Отлично. Следующая. Тоже рука заходит назад. А вторая рука берет за локоть. Тянемся к лопатке. И на локоть второй рукой даем. Растягиваем мышцы лопатки. Другая рука. Отлично. Хорошо. Руки на поясницу. Сделали движение. Помахали ручкой. Отлично. Плечи прошли. Руки прошли. Грудь. Ножницы делаем. Запускаем движение. Амплитуду пошире. Можно делать не очень интенсивно. Но хорошая амплитуда. Хорошо. Теперь руки. Пальцы смотрят вверх. Получается. Такое движение. Отлично. Теперь как на физкультуре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раскроем. Грудную клетку тянем. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Замечательно. Следующее упражнение позволит нам потянуть мышцы спины. У нас здесь экстензоры. Доль позвоночника. Мышцы тянутся. И что делаем? Становимся. Ножки вместе. Наша задача тянуться носом. Сначала, соответственно, к груди тянемся. Потом вниманием и натяжку опускаем вниз. Вдоль, получается, центральной линии вниз. Вот тянемся к груди. Потом ниже, да, опускаем. Солнечное сплетение. Пупок. Тянемся прям. Постоянно сохраняем натяжение. Носом тянемся к телу. Пупок. И ниже двигаемся. Тянемся к поясу. А при этом руки, плечи расслаблены. Тянемся к бедрам. К коленям. Голеням тянемся. По максимуму тянемся. Не доводя до болезненных ощущений, но удовольствия. К стопам тянемся. И внизу, у кого получается, можно взять себя за кончики пальцев. Пальчики наверх потянуться. И плавно, в такой же последовательности, да, возвращаемся в исходное положение. Раскрываемся. Хорошо. Можно сделать оглаживание. Если вдруг давление почувствовали в голове, делаем оглаживание. Просто себя проводим с макушки, соответственно, да, по голове и по телу вниз. Отлично. Теперь активируем мышцы пресса. Для этого две точки, пупок и солнечное сплетение. Пытаемся их совместить. Максимально друг к другу приблизить. Сделали несколько сокращений. Теперь потянем мышцы пресса. Для этого ручки, соответственно, вверх. И разгибаемся. Голова вверх смотрит. За руками. И тянемся. Не надо сильно прям назад отклоняться. Просто задача мышцы пресса. Растянуть, да. Небольшая тут амплитуда, в принципе. Потянулись. Отлично. Теперь добавляем натяжечку. Руки вверх поднимаем. Тянемся руками вверх, головой вверх. И с натяжечкой теперь раскрываемся. Чуть назад тянемся. Отлично. Если в процессе практики вы замечаете какие-то боли, покалывания в определенных участках тела, замечайте у себя, где, соответственно, что болит, где неприятные ощущения. Фиксируйте для себя. Где есть неприятные ощущения, значит, там, соответственно, есть какие-то зажимы, блоки. Не хватает энергии. Не хватает движения. Следующее. Теперь потянем боковые наши поверхности, да. Для этого ножки вместе наклоняемся. Получается, наклон идет уха к стопе. При этом одна рука тянется к стопе, вторая рука поднимается под мышку. Тянем межреберные мышцы в другую сторону. Максимально плавно, комфортно делайте, без рывков. Не доводя до болевых ощущений, тянемся влево-вправо. Рука под мышку идет, верхняя. Вторая рука тянется к стопе. Теперь то же самое, ноги пошире. Тянемся. Все внимание на тело, все внимание на ощущения. Помним правило основное, где внимание, там и силы. Наблюдаем за ощущениями, получаем удовольствие от практика, от растяжки. Отлично. Следующее упражнение. Так, получается, пресс прошли, боковые, ага. Наклончики. Ноги на ширине, нет, пошире даже, да? Ноги пошире и делаем наклончики. Одна рука на пояс, вторая рука вверх, наклончики. А теперь то же самое, только с натяжечкой, добавляем натяжку. Тянемся, как росток вверх тянется. И наклоняемся с натяжечкой. То же самое в другую сторону. Тянемся вверх по максимуму. Наклоняемся. Хорошо. Теперь потянем глубинную нашу цепь. У нас внутри, соответственно, глубинная цепь отвечает за нашу осанку. Становимся ровненько. В позу солдатика, да? Так скажем. И по максимуму наша задача растянуть себя вверх. Макушкой тянемся вверх. Вытягиваем себя. Тянемся макушкой. Потом, соответственно, грудь. Тоже вверх тянем. От живота тоже вверх тянемся. По максимуму вверх утягиваемся. А ноги от пояса вниз. Как будто корни в землю уходят. Глубоко-глубоко. А макушкой вверх тянемся. И вся верхняя часть тела тянется вверх. А от пояса вниз. По максимуму растягиваемся. И отпускаем напряжение. Хорошо. Это упражнение позволяет включить нашу глубинную цепь, которая отвечает за осан. Давайте еще раз потянемся. Прямо по максимуму тянемся вверх. Макушкой вверх. Ножки вниз. Растягиваем себя по максимуму. Отлично. Теперь руки в замок. Поднимаем руки вверх. И то же самое. Тянемся теперь руками вверх. Макушкой вверх. Тело от пояса вверх тянется. А ножки вниз. Растягиваем себя по максимуму. Отлично. Пошло тепло. У нас еще жарко. Она болит. Так. Еще раз. Тянемся по максимуму. Ручками. Макушкой. От груди вверх. От живота вверх. Все, что ниже пояса. Ножки вниз. Растягиваем себя по максимуму. Отлично. И теперь наша задача из этого положения с натяжкой сделать наклончики. Соответственно, влево-вправо будут наклоны. Вперед по диагонали. В другую сторону по диагонали. И назад. По диагонали назад. В одну сторону, в другую сторону. И давайте сделаем. Все. Внимание на ощущения в теле. И начали. Тянемся вверх. По максимуму растягиваемся. И из этого положения наклончики влево. И обязательно возвращаемся на центральную линию. Вправо. На центральную линию. Вперед по диагонали. С натяжечкой с максимальной. На центральную линию возвращаемся. Вперед. В другую сторону тянемся. Опять на центр. Возвращаемся назад. Отлично. И в другую сторону. Замечательно. Хорошо. Как ощущения? И продолжаем. Значит. Теперь. Руки на пояс. Ноги. На шине плеч. И начинаем вращение таза. В одну сторону. В другую сторону. Наблюдаем за ощущениями. Области таза. Сустава. Хорошо. Теперь ноги скосолапили. Внутрь повернули. И медленно, плавно. То же самое вращение делаем. Наблюдаем за ощущениями. В одну сторону. В другую сторону. Если будет какой-то хруст. Неприятные ощущения. Это нормально. Просто аккуратно делайте. Не торопитесь. Отлично. Теперь наоборот. Ноги. Развернули. И то же самое. Вращение. В одну сторону. В другую сторону. Хорошо. Завершили. Потянем мышцы спины. И также мышцы ног. Заднюю линию. Для этого становимся. Ноги вместе. Носочки вместе. Пальцы на себя. Тянем. И из этого положения начинаем делать наклончики. Сначала наклоняемся к бедрам. Потом ниже коленем. Наблюдаем, какие мышцы в этот момент тянутся. Наблюдаем за ощущениями. И наклоняемся ниже голенем. И к стопам. Тянемся. При этом пальцы, рук на себя. На тяжечку сохраняем. Тянемся. Отлично. Хорошо. Теперь тянемся вперед на 30-40 сантиметров от себя. Начали. Потянулись. Отлично. Хорошо. Икры потянулись, почувствовали. Попрыгаем. Снимем напряжение. Побежали на месте. Приседания. Ноги над стопами. Той же плоскости. Три-четыре раза достаточно. Приседания. Хорошо. Теперь следующее упражнение. Становимся. Одна нога впереди. Другая взади. Ноги параллельно друг к другу. Руки на пояс. И тянемся. Вперед получается. Сейчас уже у нас осталось несколько упражнений. Будем завершать. Тянем ножки. Такое движение. Как будто подсаживаем таз вперед. И наблюдаем, какие мышцы тянутся. В другую сторону. Тоже тянемся. Хорошо. Поменяли ножку. Теперь опора на левую ногу. Макушка тянется. Вверх. Пяткой в пол. И тоже движение вперед. Икры тянутся. Наблюдаем. Поменяли ногу. Потянулись. Стараемся, чтобы пятка задняя ноги не отрывалась от пола. Хорошо. Еще попрыгали. Сбросили напряжение. Потянули мышцы. Ножик. Раздвигаем. Ножки в стороны. Присаживаемся. Отлично. Теперь ноги чуть поближе поставили друг к другу. И тоже аккуратно. Аккуратненько вниз садимся. Ноги раздвигаем. При этом пятки не отрываем от пола. Присели. Присели. И обратно. Я думаю, на этом достаточно. Можно попрыгать. Тем самым через движение, через растяжку мы запускаем поток жизненной силы. Мы выбираем различные блоки, зажимы в нашем теле. Возвращаем энергию себе. Напишите в чат, как, соответственно, вы себя чувствуете после такой практики. Как она вам понравилась, не понравилась. Что получилось, что не получилось. Задавайте вопросы, включайтесь активно.